Это видео будет о так называемой гробнице Хрест, которая расположена в Центральной Америке. Чем она меня заинтересовала? Она была обнаружена еще в начале этого века. И чем она меня заинтересовала, это то, что я лично считаю, что это признаки посещения финикийцев Южной, Центральной и даже Северной Америки. Там расположен символ креста. Символ еще очень древний, еще передается с Ближнего Востока. Его исповедовали очень многие древние народы. И, скорее всего, этот символ был доставлен именно финикийскими моряками в Южную и Центральную Америку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И активно потом использовался там потомками этих моряков от местных индейских женщин. То есть, скорее всего, что финикийцы приплыли, играли роль бородатых богов. Это так называемые Веракоча, Кукулькант, Валок и другие. В Южной Америке очень много, в Центральной, очень много изображений статуй, якобы индейцев, которые с бородатыми головами, а также в Перу. Но дело в том, что у индейцев нет бороды в основном. И, скорее всего, что это потомки так называемых финикийцев от местных женщин. И местные легенды, народы власят, что вот приплывали какие-то белые бои на обычных кораблях, которые плыли по Атлантическому океану. Они высадились в Америке, играли там роль бородатых богов, обучили там индейцев каких-то там, ну, в каких-то знаниях, ну, небольшим. И самое главное добывать и ценить золото, и добывать медь. И поплыли дальше. Они, мол, пересекли континент и поплыли дальше в Тихий океан. Вот так власят индийские легенды. Данное видео будет о данном храме. Более подробно вы можете прочитать о нем из официальных ресурсов. То есть датировка, по крайней мере, для меня неизвестна. В Википедии я попытался найти о нем информацию. Толком я о нем ничего не нашел. Только общие фразы от цивилизации запотеков. Но это не суть важна, грубо говоря. И, грубо говоря, на самом деле толком никто и не знает. Когда он был построен, приблизительно можно было бы сказать, что в начале Железного века. Может, чуть позже, может, ближе к нам. Может, даже ближе к началу нашей эры, скорее всего. Так как это строили не сами финикийцы, а их потомки от местных индийских женщин, которые играли роль уже местных правителей с бородами. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Хотя обычные индейцы без порогов. Всем советую посмотреть это видео о данном, ну, мягко говоря, интересном, загадочном месте. Еще в моих планах будет сделать отдельное видео по петроглифам крестов, которые обнаружены по всему миру фактически. То есть, сначала я хотел вставить в это видео, а потом все-таки решил, что надо сделать отдельное видео по петроглифам, изображениям креста, которые очень древние, задолго до христианства, и которые распространены по всему миру. Также в планах сделать видео о... Многие люди просят сделать перевод текстов о рисунках Боба Лазара и о рисунках современной интерпретации его работ на русскоязычном форуме ОФОРС. И, конечно, я тоже думаю, что будет интересно перевести это все на английский язык, так как многие люди не понимают русского языка, не понимают, что там изображено. Также в планах будет сделать в ближайшее относительное время сделать видео о Розвольдском инциденте, я уже почти его закончил, и сделать видео о высадке одной группы НЛО в Воронеже в 1989 году. Малоизвестный и малозвучимый инцидент. То есть, многие люди говорят, где ваши доказательства, докажите вот что-нибудь, мол, такого быть не может. А на самом деле в 1989 году приземлялась какой-то объект в каком-то парке в Воронеже, недалеко относительно от какой-то там школы. Ну, это тоже не суть важно. И были сотни, ну, как минимум сотни свидетельств этого очевидца, включая даже милицию, которые давали показания свидетельские. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА